Британские промышленники Месяцев к августу промпроизводство в Британии ухудшалось на фоне снижения объемов внутренних заказов. Это обратило вспять тенденцию к улучшению, наметившуюся в начале года, говорится в статье. Сразу после голосования не было никаких признаков внезапного падения активности, поскольку снижение курса фунта стерлингов привело к увеличению экспортных заказов. На этом фоне Банк Англии, который рассчитывает снова снизить процентные ставки в текущем году, может пересмотреть инвестиционные планы британских производителей в сторону снижения, поскольку на это влияет неопределенность по поводу будущих торговых связей Соединенного Королевства с Европейским Союзом. Оценка инвестиционных планов на следующие 12 месяцев от британских промышленников в связи со всем вышеперечисленным опустилась до минус 10, самого низкого уровня с конца 2009 года. По словам экономиста Ли Хопли, результаты референдума не направили отрасли вновь в сторону рецессии. Однако они не дают уверенности в том, что более сильный рост вернется в ближайшей и долгосрочной перспективах. Несмотря на неопределенность, опрос 450 производителей показал, что в компаниях в основном ожидают улучшений показателей производства и объемов заказов, особенно это касается экспорта. Также улучшились намерения по уровню занятости. Компания Volkswagen в ближайшее время представит план покупки почти 20% акций американского производителя грузовиков Navistar International. Этот шаг, как пишет Wall Street Journal, является для немецкой компании стратегически важным. Он станет точкой опоры на прибыльном рынке грузового транспорта в США. Дизельный скандал с легковыми автомобилями Volkswagen разразился год назад, поэтому компания была вынуждена сократить расходы и выплатить около 20 миллиардов долларов в качестве штрафов и различных компенсаций, напоминает издание. Цитата. Сделки будет раскрыта позже. Автор Wall Street Journal резюмирует. Приобретение доли участия в четвертом по величине производители тяжелых грузовиков США является большим шагом вперед для подразделения грузовых автомобилей и автобусов Volkswagen, которое было создано в 2015 году. Хотели бы вы сделать ваших будущих детей умнее, сильнее или красивее, заранее изменив их гены, спрашивая читателей обозреватель BBC. Благодаря развитию науки подобные перспективы становятся все более реальными, порождая международные дебаты о том, насколько этично улучшать способности человека при помощи таких биотехнологий, как умные таблетки, мозговые имплантанты и редактирование генов. Общественность всерьез обеспокоена возможностью совершения манипуляций с ДНК, позволяющих совершенствовать умственные, физические и даже моральные качества. По данным многочисленных исследований общественного мнения в западных странах, значительная часть населения настроена против многих форм совершенствования генов. Цитата. Большинство из более чем четырех с половиной тысяч американцев, принявших участие в недавнем опросе исследовательского центра Pew, ответили, что не стали бы вживлять себе в мозг чип для улучшения памяти, сказано в материале. Примечательно то, что многие из них сочли такое вмешательство морально неприемлемым. Британскому актеру Дэниелу Крейгу предложили около 150 миллионов долларов за роль Джеймса Бонда еще в двух фильмах серии. Об этом сообщает Redder Online со ссылкой на собственные источники. Цитата. Бонд и больше не хочет работать над этим образом. После этого СМИ, соцсети и букмекерские конторы начали искать его возможного преемника. В числе вероятных претендентов на эту роль назывались Том Хиддлстоун, Идрис Эльба, Майкл Фассбендер и даже Тейлор Свифт и Джиллиан Андерсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова